А еще посмотрите фильмы о Гитлере, сейчас вот их выпустили, можно на ютубе посмотреть, то же самое орал человек, абсолютно. А потом высыпал миллионы тонн бомб на наши города. И Харьков твой бомбили. Идиот, блядь. Твои же родственники бомбили. Ну ничего, мы всех знаем, где что живет. Идурок, мы дедово-савянского ребенка ответим, за свою кровь. Вот дед ты до Берлина нашел, в отличие от твоих поганых всех этих бендеровцев, скотина. О, хорошо, теперь видим эту. А зачем мне ко мне обращаться, а я теперь тварь просто уничтожу на расстоянии. Держи, заживуйте крепко, он скоро будет плавиться. Ха-ха-ха. Это прям как захватчики делали. Вначале на паре оскорбили, а теперь тякают сволочи, блин, из-под забора, что он такой нехороший. Да за каждое слово, я первый не начинал. Звучит, да, банально. Но оскорбления посыпались от вас. Я никого не оскорблял, не жрал. Я ж не знал, что вы дегенераты. Если бы вы, сволочи, параны, сказали сразу, мы дегенераты, я бы с вами разговаривал, но мне сказали, тут умные люди, ученые, а мне моченые. Я ж как бы скульптурно начал вести. Значит, вот существует Вячеслав Котляров. Серебряная нить проходит до его основной сущности. То есть мы аватары, каждый у нас основной сущности. Этот, в свою очередь, аватар основной, огромный для нас, связан серебряной нитью с другой, более мощной сущностью. И так на миллионы, миллионы вверх. И вот та основная сущность огромная, которая для нас является, она у нас, мне это называют, бог, иерарх. То есть у каждого своя есть, может, и общий бог, и основной, и личный. Он как бы по вот этим серебряным нитям, как по интернету, да, передает. Вот человек, допустим, видит, ну я примитивно скажу, жучок бежит, да, он его раз пальцам раздавил, и у него начинают кошки скриптись на душе. То есть тот миллионный иерарх через миллион вот этих нитей передает нам маленьким, что ай-яй-яй, нельзя, это плохо. И начинают это кошки на душе скриптись. И в дальнейшем жизненном пути, в дальнейших воплощениях мы уже жучков не будем добить. Но это я специально выбрал самую упрощенную форму, конечно, я мог привести колоссальное количество примеров. Вот, и хочу добавить, что самое основное, когда вот это нам дали, нам якобы дали вот этих 10 заповедей, или 12-него, на не убей, не убей, иди, их не для нас давали вообще. Их давали для народа, которые создали 200 лет назад в лаборатории. То есть нам вообще рассказывать, что нельзя воровать, убивать, насиловать, грабить, нам это не нужно рассказывать, потому что мы связаны с серебряной нитью, с высшим иерархом, и мы по умолчанию знаем, что этого делать нельзя. А если мы это делаем, нас начинает просто это, ну просто петить, просто точнить на физическом уровне. То есть мы используем дискомфорт. Мы, наверное, пытаемся найти собеседника, которому пожаловаться по плакату на плече. Вот представляешь, вот совесть, бучая дьявол, там котенка лодов один накормил. Вы извините, я специально выбираю очень упрощенные формы, не хочу выбирать, там есть же много вариантов и примеров, где можно самые ужасные какие-то домыслы. Поэтому совесть это в двух словах, если на компьютерный язык, программа, которая по умолчанию дает определенный тип поведения, а вирус, который эту программу ломает, иногда нас заставляет делать те или иные неправильные шаги. И когда мы их делаем, то есть у нас начинается именно внутренний сбой. Ну и иногда мы совесть облегчаем в беседе с другими людьми, а иногда, как говорится, требует приносим богам. Сделали доброе дело, и как-то сразу на душе стало лечь. Я пока передам слово, потому что я такие балакучие, такие балакучие. Кстати, на своих ресурсах, чтобы вы не думали, я предыдущий эфир два часа отговорил, поэтому поздавлюсь с уважаемыми еще раз собеседниками. И огромное спасибо, что пригласили, посижу, послушаю и, возможно, что-нибудь добавлю. Кстати, я за кадром там ничего страшного не говорил. Я когда включил микрофон, и видео, я даже не предполагал, что я в кадре. Нет, все хорошо, ну окей, да. Мы все записали, потом просто. Все, спасибо, я с вами. Хорошо, ладно, я продолжу свою мысль. Вячеслав, в принципе, сказал, что-то. Примерно похоже, что я тоже думаю. Я просто не хочу никого не перебивать, я вот слушал уважаемого докладчика. Я тут уже целый список написал, и на самом деле будет здорово, если я хотя бы по некоторым пунктам. То есть, получается, как мне, чтобы удобнее обращаться на ты, на вы, по имени, вот сейчас вот слушал собеседника. Меня зовут Вячеслав. Меня Юрий, я обращаюсь. А, Юрий, спасибо, значит, на вы. Вот, Юрий, я им благодарен. После вот этой информации я сидел, и буквально вот он два-три слова скажет, я блокнотик записал. Два-три слова скажет, я два-три слова записал. То есть, я накидал весь список, весь читать не буду. Две-три минутки сейчас постараюсь это лаконично все изложить. Значит, первое, самое основное. По теории больших чисел есть большая вероятность того, что и в конференции, и в чате присутствуют люди, которые ранее не слышали, кто такой Вячеслав Котляров, а тем более не слышали, что Вячеслав Котляров сообщает. Начну немножко с самопиара. 25 апреля этого года я озвучил знания, которые написал в тайге в 1995 году. 20 лет, как говорится, мучительных ожиданий, чтобы донести рукописи. После выхода моего первого ролика «Какая же земля в реале?» начался тотальный бум. Что такое тотальный бум? Писем, сколько приходит ко мне, я уже физически не могу ответить. Я только добираюсь до контакта. То есть, это сотнями идут в течение полгода письма в огромных количествах. Иногда даже находятся добрые люди, помимо слов поддержки, иногда даже помогают, так сказать, финансовым пиволенде. Ну, я вам сразу скажу, как я пил полгода назад крепкий чай, так я его пью. То есть, сколько лет прошло, не поменялся. Я не жалуюсь, стал не больше зарабатывать, стал просто больше помогать, кому впервые помощь нужна, нежели мне. Значит, вся сложность в том заключается, что мы, как неправильный цветок, точнее, цветок-то мы, может, правильный, а почва неправильная. Если взять цветок и посадить в форшок и давать ему правильное удобрение, то он, естественно, даст абсолютно правильные краски и плоды. Если в этот форшочек подливать всевозможные яды и ненужные, так сказать, препараты, цветочек со временем захереет. Наше общество, вот этот как раз цветочек, то есть, поддерживается это практически во многом юре, во многом, но не во всем. То есть, наше общество, скажем так, уничтожает и сознательно, но те, кто знаком с нами трудами, озвучками, прекрасно знают, что я говорю, есть как есть. То есть, я называю вещи своими именами. Все концлагеря, это, оговорка хорошая, все страны, это концлагеря на самом деле. И неважно, как он называется, Канавия, Германия, там и так далее, там Китай. То есть, те, кто нас оккупировал, нашу ячейку, они, скажем так, создали концлагеря, и люди искренне думают, что есть страны, есть президенты. На самом деле, все президенты, это самые обычные вертухаи, которые, так сказать, заведуют определенной территорией. Идем дальше. Что я озвучил в своих роликах и почему всенародная любовь увеличивается с каждым днем. Вот я провел конференцию, была первые три дня назад, впервые в онлайне. И вот у меня, допустим, 200 человек сегодня смотрело в онлайне, а ролик посмотрят где-то, ну, 5 тысяч человек, а за месяц 10 тысяч человек. То есть, почему меня смотрят? Да потому что я говорю истинную модель нашей планеты. А именно, наша планета на самом деле гигант. Она в миллиарды раз больше, чем нам это рисует. Второе. Мы находимся в одной из ячеек, которая опоясана ледяным кругом. Если пересечь антарктический круг, мы окажемся в новых ячейках. Далее. Из этих ячеек пришли к нам захватчики. И это по аналогу мы пчелы, а они шершни. То есть, они нас едят, уничтожают и так далее. Слово господин давно не использую, потому что знаю, что господин означает го, это скотина. То есть, мы же не говорим это коровятина, мы говорим говядина. То есть, го, спот. Спот это даже удар можно найти. Господин это то, что выпадает из коровы. То есть, господин это дерьмо на самом деле, если на древнеславянский. Я не отношусь к славяно-арийским приспешникам. Я отношусь к тем людям, которые используют современные инструменты, чтобы перевести те знания на современный язык. То есть, мне пришлось в течение 7 лет, каждый день по 14-16 часов слушать все на ютубе, всех литров, у меня список, наверное, 50 человек, а может больше, которые я просто слушал, чтобы подобрать современные в местной соте слова, чтобы перевести на местные значения то, что я говорю. Значит, то, что я звучу, не является моей фантазией, не является моей, так сказать, иллюзией. Это все легко проверяется, но сейчас я не об этом. Так, что я записал в свое время? Так, мы рождаемся в семье, есть люди, которые в детдоме живут, они родились в роддоме, а питали их в детдоме, поэтому они не получают. Кстати, интересное словосочетание, я услышал сам для себя, в семье, в земле, дальше для себя потом разумею, семья, земля, очень интересно. Земля имеется в виду не грунт, а земля, как говорится, мать наша, родная земля, матушка. Так, вирус враг, если деньги, так, значит, вот. Ну, в принципе, пока сейчас я передам слово, вроде я так быстренько пробежался. То есть, чтобы отталкиваться и понимать происходящее, нужно знать три вещи. Первое, наша планета, гиганты за Антарктическим кругом, находятся новые земли, и соседники, второе, из соседних ячеек к нам пролезли оккупанты и умудрились перепрограммировать или отравить население нашей соты. До неузнаваемости, допустим, когда началась война в 1800 году, по нашему 1780, там термоядерная война, но она была на самом деле другая немножко, а длилась до 1812 года. Было уничтожено много миллиардов белорозовых, это потомка в великой разы. Приблизительно мы на похожем с ним языке говорим. Был проведен тотальный геноцид. Сто лет назад нас было около миллиарда, сейчас нас осталось всего лишь 200 миллионов. После того, как они провели зачистку ядерными стрелами, они сделали высадку. И эта высадка нам известна как чума, холера, оспа и так далее. То есть они ходили по городам в этих противогазах, в рисунках нам показано, что такие вороны с носиками, то есть они камуфлировались иногда, и отравляли батареологическим оружием. Осталось после этой войны 3 миллиона деток, потомки этих деток. Этим деткам рассказали про маленькую кругленькую землю, про то, что у них единый бог и так далее. Все, передаю слово, спасибо. Внимательно критики, ты не прав и все так далее. Ну, такое бредятельное, конечно, трудно себе представить. Начнем с номер 1 вашего заявления по поводу сотовой земли. Если она такая огромная, каков ее радиус? Это не именно к вам, Юрий, относится, а именно относится к истинной модели нашего мира. То есть земля не может быть статична. Это живой организм, который под воздействием тех или иных аспектов может как и увеличиваться, так и уменьшаться. То есть если взять бейсбольную биту, и у человека формат лица 1, и мы его замеряем, и долбануть ему со всего размаха бейсбольной биты, то у него размер тут же увеличится. Потом пройдет какое-то время, и размер лица опять уменьшится. Земля наша точно так же сама. Она живой организм, она не имеет никаких форм, никаких ограничений, она может увеличиваться и уменьшаться. Если смотреть с масштаба вселенной, то наша земля это микроб-микроба. То есть мы настолько наивны и предполагаем, что мы творец и венцы творца, или что-то в этом духе. А на самом деле мы даже на микробе, мы ничто. Ну что, в чем сила каждого человека. Так не пойдет, понимаете, так не пойдет. Я вам задал вопрос, каков радиус, ладно. Я только что ответил, вчера был радиус один, завтра другой. Я понимаю, это сложно. Я когда к людям принадлежал, мне было сложно понимать. У вас магазин далеко от вашего дома? Ну у меня есть круглосуточный. Вот у вас разное расстояние от дома до магазина? В зависимости как земля увеличится или уменьшится. Если кораллу прокопать, то расстояние увеличится. И мне придется идти в обход. Просто многие люди не понимают, что земля это живой организм. Вот у вас до ближайшего населенного пункта вы в деревне, в городе живете? Где? Город Харьков, столица нашей ячейки. Скажите, пожалуйста, ваша ячейка от ячейки Киева в каком расстоянии находится? Все правильно, я с вами абсолютно согласен, вы абсолютно правы. В каком расстоянии? Все будет хорошо, не расстраивайтесь. Так и мы когда-то жили, и влюблялись, и дружили. Я не могу с вами общаться. То есть, приходит, вот представляете, вы приходите в первый класс и начинаете учителю задавать вопросы. Вопросы здесь задаю я, потому что я говорю, как есть. А вы можете либо не соглашаться, либо соглашаться. Все, у вас другого варианта нет. Я вам говорю истинное положение вещей. И вопросы буду задавать я. Ну, это самое настоящее уродство, я вам скажу. С такими учителями все понятно. Антон Юрий, извините, хорошо. А почему мне тысячи людей уже полгода пишут и благодарят? Я недавно совсем сказал, я сейчас для вас еще одну информацию дам. Вот, и по поводу энтропии. Люди превратились в информационных маньяков, получающих удовольствие от взрывов заводов, крушения самолетов. Вот, и так в общем, если говорить, от разного рода побудение сознания. Вот на земле, которую мы сейчас называем украинской, ну, в украинской соте, по-вашему, по-моему, там... Ну, по-моему, концлагерь это. Да нет, просто надо вам немножко прозречь. По-моему, у вас у всех... Что значит вам? Не, ну, нам, человеком, конечно, с вами, людьми, тяжело. Мы потом, великая раса, белорозовые, прекрасно знаем, что среди нас живут гибриды. И гибрид, он, как бы, есть душевный, есть физический. И... А уже белорозовые в Харькове только живут? Белорозовые полностью рассредоточены по всей Соде. Нас порядка 200 миллионов. Они живут в разных компаниях, а теперь мальчиков. И каких белорозовых она там не замечала? Кто не замечает? Ладно, я не буду с вами, Юрий, вступать. Это... Ну, понятно. Зачем мне спорить? Каждую секунду очередь выстроена, чтобы со мной поговорить. Тысячи людей хотят со мной поговорить. Юрий, сколько с вами хотят поговорить? Ну, ты все. Я у вас приму такой пример сейчас приведу. Значит, я посмотрел... Канал есть такой. Канал называется, по-моему, МОПС или что-то такое. Вот. И сделал очень интересный такой вывод для себя. Вот смотрите. Вот... Как вам проще сказать? Вот у нас есть такой канал, глобальная война, на который вы пришли. Поделиться вот своей сотовой землей там и какими-то гибридами, которые... На который меня пригласили, это две разные вещи. А, ну, может быть, слава богу, пригласили, хорошо. Вот. Ну, вот если вас пригласят на канал МОПСа, вот сейчас я не знаю, сколько там люди мне покажут, сколько там... Человек 100 нас смотрит, наверное. А МОПСа смотрят там, допустим, там 10 тысяч одновременно. Но чем завлекаются там? Там, как раз таки, речь идет о той же самой энтропии. Почему? Потому что нет разрушения, там можно заплатить деньги. И этому МОПСу врежут по башке, унизят его. И люди, как маньяки, от этого получают удовольствие, понимаешь? И юмор соответствующий. Сосов, ты угомонишься или нет? Дай человеку пообещать на вопросы. Еще один урок появился, блядь. Куда смотрят лабораторы? У этого Сосова все уроды, а он один умный. Заткните им пальцем, наконец-то. Моя информация отличается исключительно тем, что... Я выдаю такие вещи, которые люди от них бегут. Мне многие задают вопрос, почему человек полгода говорит свободно, что в Макдональдсах торгуют человечиной, и при этом он еще остается живой. Почему человек в лице моем, Вячеслава Котлярова, говорит, что все падения бойнов, это похищение людей для ритуальных жертвоприношений, что в нашей Соте есть специальные загоны, где на людей устраивают охоту на лошадях с арбалетами, забивают их и потом едят на костре, при этом Вячеслав Котлярова... Живо-здорово! Остановись! Остановись! Такого поноса, по-моему, здесь уже... Ничего страшного! Ну что значит ничего страшного? За такое дело, ну... Не знаю, я... Мы вас людей, человеками будем делать. А ты придурок! Лучше уходи отсюда! По-хорошему! По-хорошему и что будет? Можете отключить? Как вы можете позориться, а? Люди, вы чем бахвалитесь? Своей глупостью? Неимоверной! И еще хотите кого-то заставить за вами идти? Да толпы пойдут! Дебилоидов, которые дом 2 сидят, не выварят! Во всякие мопсы втыкают! За вами они пойдут! Да вот вы сами все это и говорите! Вам десятки тысяч пишут! Тупых домохозяек! А я говорю, рассредотачивайтесь! Я не говорю за мной! Среди нас очень много гибридов! Будьте люди аккуратны, бдительны! Но раз перейти на оскорбление, это замечательно! Вячеслав Котляров получает не только положительные... Да ты уже все человечество оскорбил своей глупостью! Где человек? Я сколько живу! Знаете, сколько я в жизни человека встречал? В основном только люди! И смерды! Вы о чем, уважаемый мой собеседник, говорите? Вы даже элементарных вещей не знаете! Вячеслав, дай определение человек! Дайте мне минутку, я пассирую... Чтобы мы поймали, о чем ты говоришь! Потому что у каждого свои понятия же! Хорошо! Минутку, и я поключусь к вам! Нельзя же так сразу все вот это вот... Я не знаю, ты должен хотя бы был подготовить хоть как-то людей, почувствовать, кто здесь, кто чего знает, какие у кого... Я не знаю, ну как назвать это... Это идти в толпу... Они наших детей едят и не торемонятся... О, е-моё! Ты можешь такую милисту, чушь! Людей кидать детей... Специальные есть такие бетономешалки в каждом роддоме, где деток шестимесячных... Блин, ребята, нельзя такое делать! И делать из них стволовые клетки! Вы что думаете, это я о сказке вам расскажу? Вы что такое слушаете? Вообще, как допустили такое, чтобы здесь... Я старал этого дебила! Это дебил сказал, что его сюда пригласили... Тесно! Кто приглашал? Зависит! Не, пригласить-то можно любую, конечно, но чтобы так себя вести... Человек просто... Не человек даже, а я не знаю, кто! Не стойный! Это полезная информация! Мы знаем, что в Харькове есть вот такой дебил! Это полезная информация для нас! Друзья, одну минуту, секунду! Что за знака страстей? Мы же говорили о совести! А вот теперь давайте посмотрим на самих себя, как только что мы себя видели! И вот я хочу спросить, а каждый сейчас испытал какие-то, ну, может быть, не угрызения совести, ни в коем случае! Мы достойные все люди! Позывы, сигналы от совести какие-то! Мой сигнал был взять его за ноги и об уголдоном постучать! Нет, это не сигнал, это уже желание и побуждение! А сигнал от совести? Почему? Тебе некомфортно было его слышать? А что именно вызвало такую реакцию? Я даже не мог себе представить такие слова услышать! От человека! Сынок, у тебя рту называется! Несмотря на то, что мне в паспорте больше 40 лет, я перемещаюсь очень быстро! И твой кадык будет вырван даже прежде, чем ты тварь... Кошмар, Вячеслав! Ты, кому, на каком основании и посуда меня отгарляешь? Ты делаешь, понимаешь, что разница между мной и тобой? Ты ответишь, тварь, за каждое отказание! И каждая тварь, которая меня назвала дебилом в этом эфире, будет харкать кровью и слезно умолять, потому что с вами, говорит, человек! Поконечно, а тебе хоть какие-то слова услышали! Реальные! Она просто замечательная! Вот сейчас мы тебя услышали, тебя именно! А не твою пургу! Вячеслав, Роман, сейчас я объясню кое-что вещь! Видите, Вячеслав, как бы... Я понимаю, что тот, кто вас оскорбил, неправ! Но опускаться до его уровня и пытаться объяснить что-то на его языке нужно грамотно! Я этой грамоты вас, к сожалению, не увидел сейчас! Просто, может быть, потому что вы подскользнулись на его, как бы, неудачно броненном слове, в добренном слюной! Но я сейчас вот к чему призываю! Оказывается, тут есть в эфире дегенераты, которые каждого... Конечно! В любом эфире всегда есть дегенераты! Само собой! Но самое главное-то в эфире что? Самое главное в эфире сохранять интригу и ругаться красиво! А вырывать кадык, это... Ну, на самом деле, это методы, в общем-то, недалёких людей, которые только от дубины отошли, им калашников дали! Мы же не такими методами! Мы убиваем словесно! Поэтому, для того, чтобы слово разило прямо в мозг через ухо, и никуда нельзя было деваться, это слово нужно отточить! Понимаете? Да! Это у дегенератов не то, что отточить слово! Это фашист самый настоящий! Юра, но... Всё-таки я считаю, что политик таким заявлением просто как бы, ну, не место в эфире, потому что это серьёзно! Это место в эфире! Это человек, который пользуется набором терминов и форматов, которые вызывают ненависть у людей! И каким образом это происходит? Он придумал каких-то, там, я не знаю, захватчиков, и теперь захватчиков можно назвать кого угодно! Там, у кого-то чёрные волосы, у кого-то там, не бело-розовая, а бело-коричневая кожа, у кого-то кто-то неправильно выразился в его сторону, вот, у него готова бейсбольная бита, автомат, нож, там, и так далее! Ну, правильно! Дело в том, что, если ты диванный воин, то храни в диване арсенал! Ну, как бы... Ну, это... Другой вопрос, что, опять же, а в чём смысл-то? Если кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет! Смысл хранить у тебя нож, амата, ради чего? Я хотел бы ответить на вопрос, кто такой человек, я подготовился! Значит, Манул, дело всё в том, что... Есть у меня возможность обезьянный вопрос? Да, сейчас, одну секунду, Вячеслав! Как мы видим, у этого человека, как он говорит, там тысячи... Такие агрессивные... Он в головах представляет, ну, может быть, такие случаи существуют на Земле. Наверняка, Земля переполнена всякими... Но то, что он транслирует, он вызывает ненависть у людей. И в какую сторону её повернуть, это один, как говорится, Бог знает, куда её может развернуть вот этот человек со своей вот этой агрессивностью. Хорошо, но давайте посмотрим немножко шире на проблему. Дело в том, что... Можно сказать, в том, что дети убивают людей виноваты компьютерные игры. И, с одной стороны, это будет правда, но будет ли это истиной? Отнюдь. Ведь детей сподвигают не компьютерные игры убивать. Возможно, они учат их тактики, как убивать, но не являются ни в коем случае генератором желания убивать. Так об этом и разговор. То, что мне дети убивают. Про это вообще говорить нельзя, что дети там кого-то убивают. Говорить надо то, что довели у нас эти заблубирования людей, что они начинают вредить друг другу. И то же самое говорить, то, что едят людей здесь. Нельзя такое говорить. Что там еще там такое... Замолчивая проблему, она не исчезнет. И если я точно знаю, что в мире... Это не проблема, это заострение технику, не на самой сути, а на праве. На лжи. А в чем суть? Уважаемых слушателей и зрителей. Они произведут просто эти слова, фор на них. И найдутся многие люди, которые найдут адреса и города. Поэтому рекомендую извиниться. А перед тем я найду... Ждем, ждем. Скажите сейчас коронную фразу. Я зажег на глобальной волне. Смотрите, кто такой человек? Есть люди, которые сами способны думать, анализировать, воспринимать адекватно этот мир и принимать правильные человеческие решения, исходя из собственных соображений. Идем дальше. Людина. Есть люди, не способные столь глубокому анализу, но различают четкое понятие добра и зла и поступающие согласно совести правильно. Есть жить, а на них же идут люди. Есть люди, которые можно научить самым простым вещам, и они будут им следовать и придерживаться доброго и светлого. Но есть нежить. Но есть нежить, это они не способны мыслить вообще, тем более конструктивно. У которых есть только чувство, как у животных, понимание силы и слабости. И ничего морального в душе и в мыслях у них также нет. Таких невозможно ничему научить. Их нужно либо изолировать, либо уничтожать. Я просто в шоке. Это не сам, что каса общества, в принципе. Я там услышал слова, что ты про себя произнес, когда про нежить говорил. Вот прямо один в один. Все постулаторы, которые ты назвал, они, ну, ты их проявил сейчас, до этого. Мало того, Мало того, Ром, он не просто их проявил. Вот это, с позволения сказать, человек, он себя называет человеком, он не зная абсолютно, допустим, тебя, не зная меня, он у себя в голове принимает решение и способен натравить людей на убийство. Потому что люди не воспринимают его ересь по поводу того, что Земля имеет размер Солнца, например. Это шизофрения. На вопрос, каков диаметр этой земли его выдуманный, он рассказывает о том, что он растягивается и притягивается, расширяется и уменьшается. Если что-то поперек его так называемого учения, он готов убивать. Так чем отличается он от этих людей, с которыми он якобы борется? Или не людей? У него люди разделены на людей и не людей. А как он... Он ставит так вопрос? То есть у тебя там лаборатория по определению человек это или не человек? Я очень скромный на самом деле. Я не отношусь... Я очень скромный и на самом деле, когда я перечитал четыре вот эти вида людей, я не отношусь ни к одной группе. Я отношусь так, как придет выше человека. Называется она АС. Последнего АСа мы кого знали правильно? Радомира. Поэтому, да, я новый и абсолютно который не будет подставлять щеки. За мной пойдут тысячи и миллионы и мы спасем нашу соту от оккупации. Кстати, даже если второй раз позовут, может быть, пойду. Вчера был приятно удивлен, там вот, кстати, есть хороший человек сегодня в чате, я увидел. он меня пригласил на канал «Глобальная волна». Ну, многие знают этот канал, там, я, знаете, как, если издалека начать, я послушал, вы знаете, я попал какой-то в клуб интеллектуальных анонистов. Институт Б это институт благородных девиц по сравнению с тем, что я там увидел. вы даже не знаете, как на меня там напали, как меня там оскорбляли. А потом услышал такой момент и вот тоже пришел не заступиться, вот мне как бы вот, я с Жекой на 100% согласен, что он задвинул. Но дело в том, что ситуация какая получилась. Вот представьте, сейчас вот сидят люди в конференции, мы основная масса людей по знанию наших реалий находятся на определенном уровне. А к нам, представляете, попадает человек еще с того древнего средневековья, в котором мы с вами находились буквально год-два назад. И естественно у нас на него идет ополчение. Ну, не у всех это. У меня была вчера ситуация только вплоть наоборот. Представляете, сидит, ну, нет, я не хочу всех там откорблять, там были очень уважаемые люди, три, наверное, там было три дегенерата в этом, сейчас, я почему их называю дегенератами, когда я открыл рот, они начали на меня это, всякие оскорбительные слова, ну, переть. прям один в один, вот все послужатые нежели, один в один. ну, это критика, понимаешь, больной человек, клиент дурки, ну, как иначе еще, только так можно это определить. Дурка в интернете. всем вас и поздравляю. не, ну, ладно, есть люди, знаете, ну, гениальные, да, вот, того же Циолковского возьми, ведь он выдумывал это свое, чтобы уйти отсюда, что тут трупы встанут и по земле начнут ходить, он хотел улететь, но создал всю, всю вот эту тарену и, блин, вывел все уравнения, мы на нем сейчас летаем, это великий умол, здесь же, это, ну, слов просто нету, как, как люди не могут видеть этого, я, почему нету слов, это параноик, стопроцентный параноик. Ну, вы сейчас оскорбляете несколько тысяч людей, потому что, оскорбляя меня, есть люди, которые буквально в смысле готовы за меня жизнь отдать, и оскорбляя меня, вы оскорбляете их. Я лучше буду вас слушать и прислушиваться к тому, что вы говорите. Я предпочитаю в данной группе людей, помалкивать. Вот, сколько дней было, да, помните, вот те ролики на соседнем, как-то, резервном канале, да, там тоже, с этими, с таким же типом. Я пришел, я ваш учитель, там, маги, я уж не помню, ну, как они там назывались, вот, вот один-один, ну, постулак, вот это, блин, кстати, Вячеслав, вот я хочу вопрос один тебе задать. Смотрел ли ты ролик на ютубе очень известный, называется жопа хэнка? Нет, не смотрел. Вот попробуй. У меня очень мало времени. Там ничего такого нету, там именно про ту самую, как ты сюда пришел, о чем нам вещаешь, вся сюжетная линия, вот как вот шла, там вся раскрыта. Ладно, маленькую, извините, поправочку, ремарочку. Я услышал вас, я вас понял, я это слышу очень часто. Давайте, допустим, хотя бы на одну секунду, если я не ошибаюсь, ну, хотя бы в плане земли, ну, хотя бы в плане, что за антарктическим кругом находятся новые земли. Тогда так быть. Или вы будете настаивать, что это бред шизофреника и сумасшедшего? Ну, вы будете настаивать, что за антарктическим кругом нет новых земель? Доказательство предоставь. Легко. С легкостью. Это же доказательство, это же мой любимый конек. Берем, отправляемся и все проверяем. Знаете, как там говорят одни люди, пока не поматываем, не пощупаем, не поверим, да? Вот так и вы. Отправляйтесь и все увидите и все услышите. В соседних сотах над нами смеются, говорят, как, не может быть. Тут есть люди, которые до сих пор верят, что наша земля маленькая и кругленькая. Слава говорит, что ты тут делаешь? А что делаю? Как обычно. Поэтому, на самом деле, придет время и, возможно, все, кто меня слышал с многими вопросами, которые я озвучил, их не примут, но я однозначно знаю, что пройдет время. Вы знаете, давайте сделаем хитрее, или не хитрее, грамотнее. Мы сделаем так. Вы не требуйте от меня доказательств. Вы попробуйте меня провернуть. А знаете, самый мой большой козырь, что я абсолютно прав? Вы не предоставите ни одного видео у Антарктиды. Да. А я прям сейчас открываю свой канал, где у меня поборка более 70 гигов записей антарктических миссий. Что это? То есть, из космоса снят полностью вот это. Какие из космоса люди живые? Даже на балалайки там играют. Нет, 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 ну это понятно, что сказка, это равносильно, что сейчас мне скажут, что существует ПТ в космос. То есть, любой человек уже знает, что никаких полетов в космос не существует, и сейчас мне будут рассказывать про Тарктический круг. Это цирк на дроте, я в шоке, я просто в нокауте. То есть, я попал в интеллектуальный клуб, или я попал, не знаю, Масайков-Затейников. Расскажи о своем путешествии вот за Антарктиду. Вы знаете, положая руку на сердце, вам все-таки удалось меня деморализовать. Сейчас я, как любой человек, нахожусь в состоянии оцепенения, и, скажем так, испытываю трудности в беседе, потому что, ну, знаете, вот, если вы были на моем месте, у вас приблизительно было то же самое. Потому что, когда приходишь и говоришь истинное положение, причем я с 5 лет этим занимаюсь, и с 5 лет надо мной смеются. То есть, я уже с горшка ходил и людям рассказывал, ходит себе Диттелька, что-то там лопочет, лопочет, его никто не понимает. Вот. Поэтому, я немножко помолчу, дышусь, и, если силы вернутся, я с удовольствием присоединюсь к воробеседе. Я вас слушаю, я рядом. Первородная Индия, да, знаем. Все ясно, нет. Но это генетические, урод. Тут еще. Других не надо. Слова-то вот бесполезные. Ну, это же, суть-то не в том, ты смотри, сколько он сейчас произнес, да, сколько вылил всего это. За бортом сидят плоскалемых этих и вот таких же Дом-2 смотрящих. Их толпы, их тысячи, их мопсиков. Они только это и жаждут. Стручусь, да, я негативно отношусь к плоскалемельщикам и к Дому-2. Это нездоровые люди. Все не перебиваю. Да, но вот слов нету. И дурных слов я уже даже не нахожу, потому что тут не к чему уже даже дурное. Если было дурное слово, это будет как похвала. Да, в том-то и дело, что этого паранойки нет ни одного свидетельства, то есть Антарктида, там свое собственное впечатление, там, или снимка, фотографии оттуда. Да даже ссылки нет, это такое, чтобы можно было сослаться и сказать, что вот там дырка, нет там никакой Антарктиды. Ну, вот, просто звон. Ну, хорошо, за две секунды доказываю. Вы живете на возвышенности, вы на первом, на втором, на третьем. С легкостью. Вот две секунды я доказываю. Моментально. Ну, ладно, если вы живете ни на каком ни этаже, залазите на девятиэтажный дом, лучше на двенадцатиэтажный, прыгайте, и через три секунды, или сколько там, десять секунд, двадцать, вы все узнаете. Я вам гарантирую. Будем ждать вас в дальнейших теперь эфир. Великое будущее. Да. Двадцать секунд буквально. Сильно не обременю. Значит, смотрите, как-то в шестнадцать лет я взял ручку и бумагу, у меня полтысячи стихов. Я очень быстренько, я вас не утомлю. Я понимал, что не мог шестнадцатилетний подросток такое написать, но он написал. Значит, смотрите, как это звучит. Не перебивайте, пожалуйста, собьюсь, не вспомню. Звучит мой стих в шестнадцатилетнем возрасте так. Хрустальный замок в израцах прекрасен и печален. Кузнец зажмет металл в щипцах каленой белой стали. Кузнец как живые. И вот смотри, букет готов. Он стал еще прекрасней. Кузнец сдохнул у него любовь, но стал еще несчастней. Львово вода, вода уйдет, как в месяц сменит солнце и понапрасну не черпай из души колодцев. Поднял последнее тепло из недр своей души, он опропил букет водой, и вот букет ожил. Цветы понес он в тронный зал где тысячи огней. Он нес букет в залу молка в обличиях людей, и поднес он тот букет в подарок королеве. Она была покорена, король метался в небе. И что кузнец не смог создать подобное творение, король глаза его отнял и не отнял стремление. Хрустальный замок в изроссах прекрасен и печален. Кузнец зажмет металл в щипцах каленой белой салии. Кузнец скует букет из роз, хоть и глаза слепые, но за снова прорастут и станут как живые. Ну, что говорит, ну, есть смысла никакой. Таких стихоплетов сейчас в интернете и на стихе ру не меньше миллиона. Их называют писуны. Да, ребят, ну, все-таки меня вот в сегодняшний день просто человек этот, я не знаю, ну, были же уже такие, уже сколько уже можно, а тут уже захлест. Ну, понимаешь, больной человек, не нужно его осуждать, но он такой родился, вот он говорит, спитик такой, ну, что-то фодило. Так нельзя же, нам нужны, да, вот те, кто будет с нами как бы в конфликте, но хотя бы так, чтобы и мы как-то мы смогли найти, чтобы он чему-то научился, и мы что-то там для себя приняли. здесь же здесь нету, здесь он продекларировал нежить, да, вот эти постулаты, и сам называет себя выше этой нежити. Хотя я не различаю вообще никак. Все, прямо один в один, то, что он произносил, в нем с каждым словом проявлялся. Это же... Ой. А я думаю, что это все следствие глобального оттупления рас. Ну, конечно, человек насмотрелся всяких ужасов в интернете. Ну, где-то, может, он и прав в каких-то моментах. Но надо изучать науку, стараться искать альтернативные точки зрения, с людьми немножко советоваться. Не гуру стать самостоятельным, а поделиться своими знаниями не с молодежью бестолковой, а с людьми, которыми тоже ищут. Вот, 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 я на это и говорил, когда... Дурацкого. А человеком стать. Не фашистом придурком быть. А человеком создателем. Вот и все. Ну, это каждый для себя выбирает. Я вот сейчас сижу, думаю, а ведь мы просто в натуре же очень много. Я вот сам тут постоянно вот это вот показываю, вот арбаноидство, вот это вот, как людей легко завести, вот они татки на все это, на наркоту, на все вот эти вот зверства, блин, что по телеку нам показывают, это все. Питаются они, вот тупые люди, они просто живут этим. Им кроме этого больше ничего не надо, они на друга не могут реагировать, у них не хватает. Сам не настолько развив, вот нету слов, не начитан, чтобы правильно выражать это все свои. Да. Я хотел как-то свой взгляд на эту точку зрения сказать, скажу, что от уровня образования это не зависит. Потому что, как правило, самые мрази, конченые мрази, они очень образованы. Да, они настолько образованы, скорее просто язык без костей. Вот. Крепаться умеют. Забивать трепом других прибивать. Нет, я имел в виду другое. Те, кто вред обществу приносит, больше всего, они весьма образованы. У них ценности просто другие, отличаются. А ценности, они от уровня образования не зависят. Человек может писать и читать не уметь, а ценности иметь. А другой может говорить на пяти языках и быть математиком, но ценности у него будут фашистские. Понимаете, да? Что людей будут в кромку бросать, как полено. Это же какой-то ступор у меня прямо в голове. Все такое. Не, ну так это понятно. То есть, таких слышно только они как пулемет, понимаешь? Вот обычный человек, когда говорит, чувствуется по его интонации, по паузам, что он мыслит, подбирает слова, то есть, думает при этом. А такие просто вот научаются торопить на какую-то тему, и вот он там зачитал там что-то, потому что даже не может повторить своими словами. Ну, это вот, есть такой тип людей, которые вот пытаются вот нажать себе капитал таким путем, воловольством. Вот, Юлиан, вы произносите слово фашист. Я нераз не сказал фашист, это я... Я говорю, вы, а не ты. Здесь оно звучит. А вы задали целью определить, что оно означает. Не то, что вкладывают понятие каждое свое это слово, а что оно на самом деле означает. Слово. Может быть, хоть что-то одного было, как-то. Ну, это всем известно. фашист это член связки. Это прочная связка какой-то коллектива. Ну, фашист, по-моему, это итальянское происхождение. И там связки. Опять, чьи понятия тут не коррежешь? По буквам запредели слово фашист. Фашист, это по-итальянски связка против. Да, фашисты раньше называли людей связку против. Против это означало власть. Те, кто носят эту связку, шесть букв, вы можете понять или нет? Пять, я тебе не скажу. Фашина это связка против. Фашизм это слово, которое у нас в башке выгодно, что это люди, которые маньяки, убийцы, которые жгут людей. И связка. Фашина это блин. Не знаешь, не лезь итальянское, латынское слово, латынь. Сиди там, не знаешь, не говори. Кто-нибудь знает, что такое фаш? Ты скажи тогда, ты знаешь, скажи. Откуда знаешь, что такое фа, по-твоему? Надо учиться. Ну ты скажи нас, научи, и давай, скажи, что такое фа. Я не хочу перебивать, но в некоторых древних письменах, не знаю, насколько они древние, было написано следующее, не используйте фаш, разрушитель против других и своего рода, ибо и себя погубите, и потомство вас не будет. Да это фа. 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 назад технологии превышали то, как то, что мы не пользуюсь люди, ни бензином, ни, так сказать, керосином. Все было по аналогу Тесла. И так как вы этот паноз блин терпите, ну, не волнувся. Да не, не надо, давай потеком еще, надо быть, Пушкин, Александр Сергея тоже не было? Ну человек, понимаешь, не, очень не он был блондин, он чуть-чуть не дожил до фотографии, так бы мы увидели, что он выглядел как Есенин. Да, да. Это для вас пусть и нерв, а для него. Он был блондином. Это вообще Пушкин, Александр Сергеевич. Помни? Он был под глазом блондином. Ой, я не могу так раз. Я даже, наверное, сегодняшнее вот это начало с его выступлениями и вообще речи, я вырежу и потом буду людям показывать, кому надо. Это прям что это будет? на телевидении, везде, чтобы немножечко люди поняли, куда они, за кем они хотят идти. Да никто никуда не пойдет, ребята. Вы даже не переживаете. У нас люди такие инертные, что даже если сейчас сам бы этот, Чагевара нас бы позвал, хрен бы, встал бы и пошел. Да. У нас люди планктон. 90% совершенно вот абсолютно вот компьютерные боты. Вот это глухотворенные личности. Вот это самый планктон, ну да, согласен, они вот и платки на это все. Какие налоги мне вводи, они только на кухне будут и дети все. Год зарплату может не платить, они все равно будут ходить на работу и работа бесплатно. Ну и бубнить там одно, буль, 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 а все равно будут ходить и работать. Ведь любым простым людям, которые ничего не хотят, ну, не учиться, не понимать, не развивать себя никак, вот им это очень сладко, когда им такое вливают в голову, то, что это не они дебилами росли, а то, что их ложью учили. А им сейчас дают истину такую, прям, чем дурнее, тем она истиннее будет. И они идут за ними, они пишут ему письма. Ребят, а знаете почему? Потому что этих людей всегда обманывали. Это люди на самом деле очень хорошие. Я вам честно скажу, с такими в разведку можно идти. Так я все знаю, у меня друзья именно такие. Я вам честно скажу, эти люди менее предатели и они больше атруисты, чем обычные боты. Это люди просто их пожизненно обманывали. В детстве обманывали, потом выросли и обманывали, обманывали, обманывали. И тут они, когда везде растерялись, им тут впихивают в голову, они начинают искать уже что-то нереальное. Понимаете, да? На самом деле люди, они хорошие. Я сам такой, честно говоря. Я очень радикальный, очень радикальный человек. Я даже сказал, не менее радикальный, чем этот товарищ. Да. Ну а что тут удивляться? У нас все радикальные. У нас радикальные. Везде воины, везде всех бьют, обманывают, уничтожают. Вот. Поэтому следует ожидать такого. Посмотрите, какие эксперименты над целыми народами проводятся. Да, согласен. Чего хорошего ждать-то? Ничего не остается. Сегодня буквально только смотрел видеоролик, там, где игиловцы, уходя из Алепа, вот сейчас их из Алепа удавили. И вот они достреливают последних людей, которые, так сказать, перед отъездом в автобус добивали последних гражданских людей, которые могли на них пожаловаться в это. Стас, ты неправильно говоришь. В их понимании это не люди. У всех религиозных дематиков есть вот такая табличка, где будет 34 пункта, по которым можно определить, что ты не человек. Все. Это не люди. Я согласен. Они убивали не людей. Они вот там их могут назвать кем угодно. Я не знаю. Согласен. У депутатов перепал как соседний сотый там. Я согласен. У депутатов своя табличка. У них своя. У нас, у коммунистов, вот у моего деда до Берлина дошел, у него своя табличка. А я думаю, дед мой настрелял людей явно немало. Пять лет уже вторая мировая или Великая Отечественная. Это же как бы наверху один был командующий, который и советским войскам, и нацистским говорил, собирал народ в котлы, и там закидывали сарядами. То есть как бы три завода в Советском Союзе, это в Харькове, в Ленинграде и в Сталинграде работали и на немцев, то есть Харьковский завод продолжал выпускать для немцев оружие. Ну, собственно, как происходит и там, где я проживаю. То есть Харьковский завод продолжает 200 километров от меня идут взрывы, а Харьковский завод шампует, так сказать, технику для уничтожения людей. Вот. И, скажем, во время войны та же тенденция была. У Сталина с шизофреникой у Гитлера генератора были одни и те же хозяева. Мой прадед чудом выжил, поэтому и остался. Мой дед тоже Вторую мировую выжил, я чудом остался. Поэтому все войны это всегда наверху один руководитель. Если двое ссорятся, то всегда ищет третьего. Просто люди по своей природе наивные, думают, что одна страна напала на другую страну. На самом деле мы все в концлагерях это по аналогу сучьей войны, когда в сталинские времена заключенных в лагерях одни назвали воры, а других суки и между собой стравливали. Точно так же сейчас стравливают белорозовых. Одних назвали белорусами, других назвали русскими, третьих еще как-то назвали. А на самом деле это один народ, которым внушили, что они принадлежат к национальностям. Хотя любой человек знает, что национальность это только через анальность. А народ белорозовый настолько охмырен, даже придумали языки русские, белорусские. На самом деле мы на советском языке говорим, который придумали в 2017 году. А вот, кстати, сегодня в онлайн я так и не успел сказать, может вам скажу. Когда переходили в консайдер, в котором я живу, на украинский язык, нужно было документацию готовить на украинском языке, техническую. И столкнулись с тем, что в украинском языке просто не существует слов технического порядка. Невозможно переводить какие-то научные термины на украинский язык современного, так называемого, русского, потому что их просто не существует. И это была целая проблема технической документации. Не знаю, как сейчас это решили, но... Как это решили? Сейчас пришла мне в мысль очень философская. Вспомню, слова в Библии написаны «Не бойтесь тех, кто убивает вас, бойтесь тех, кто душу вашу убивает». Вот я думаю, слушайте, это же правда, как можно извратить человека, чтобы он просто такой фарш вместо мозгов абсолютно узналит. Ну вот обрати внимание, Стас, человек, ну он думает, что он положительные идеи, тем более у него последователи и так далее. При этом он выносит приговор, вот в эфире в прямом, взял, вынес приговор. Я там кадык вырву, там еще что-то, не говоря можно, при этом это не я буду делать. Мои последователи не всех найдут по адресам, по фамилиям и... Ну вы должны ответить за оскорбление, вы нанесли так сказать это человеку оскорбление. Вы должны понять ответить. Слышишь ты, извини, я прощу вас. Человек, ты просто урон, самый настоящий. Ты продолжай, продолжай, главное, побольше этого всего говори, и потом, как говорят, поломанными пальцами пересобирайся. Я, чем, человеческий, наслаждай меня теперь, и своим... Мы за тебя, мы каждый живот найдем и обезвредим. Вы прикинь, Юрий, вы слышите, какого, а друг в другом наезжать, храбролеку находятся, Юрий. Слышь, какого, мы трое, ну, это ж... я не знаю, кто этого человека пригласил? Да. Где-то мануты, наверное, мануты? Скатились, конечно, самые... не боюсь. Это прям как по... вы как захватчики делали. Вначале на паре оскорбили, а теперь тяпкают сволочи, блин, из-под забора, что он такой нехороший. Да за каждое слово, я первый не начинал, звучит, да, банально. Оскорбления посыпались от вас, я никого не оскорблял, не жжал. Я ж не знал, что вы дегенераты. Если бы вы, сволочи, поганые, сказали сразу, мы дегенераты, я бы с вами разговаривал, как дегенераты, но мне сказали, тут умные люди, ученые, а мне моченые. Я ж как бы скульптурно начал вести, поэтому я опять в очередной раз замолкая, но я рядом, вот, жду извинений в письменном виде. Слушай, Денина, кто тебя пригласил сюда, ты скажи. Лесной стороною, под ясной звездою, тропою оленя, гуляет словиля, и всему рады, звери, птицы и гады, деревья и травы, поля и дубравы, покуда из силы, покуда из духу, не порванный жил, не вспорота брюха, покуда из мочи, покуда из семя, орет и хохочет, гуляет словиля, и славит свободы сквозь дыбы и гибы, на радость народу, себя напогибить. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,